Добрый день, дорогие зрители православного портала Экзегет! Сегодня мы с вами продолжим наши беседы о богосужебной традиции ветхозаветных иудеев, которые привели, в общем-то, к появлению такого совершенно удивительного места, как храмовая гора в Иерусалиме. Но, однако, путь иудеев к появлению этого святилища, а потом, так сказать, и те весьма сложные события, которые сопровождали собой и существование историческое первого храма, затем второго храма и те многочисленные изменения, которые происходили с храмовой горой, начиная с разрушения второго храма войсками Тита и Веспасиана около 1970 года. И вот по сей день те вот многочисленные смены статуса и внешнего вида, облика, значения этого места, это все такая очень продолжительная история, о которой нам предстоит беседовать на протяжении ни одной встречи. И вот сейчас мы с вами только, так сказать, прокладываем путь к храмовой горе. И для того, чтобы, в общем-то, было понятно, как эта традиция формировалась, мы расскажем, в принципе, более подробно о том, что составляло собой суть ветхозаветного богослужения, ветхозаветной традиции поклонения Богу и о том, что являлось величайшей, наверное, главной святыней ветхозаветного иудейства в дохрамовый период, и как выглядела эта богослужебная жизнь в условиях, когда храма у древних евреев еще не было. Итак, наш с вами рассказ о походном храме, походном святилище, которое сопровождало собой народ Израиля на всем протяжении вот того исторического отрезка, начинается который исходом Израиля из Египта, затем сорокалетнее продолжается странствование по пустыням, и, наконец, завоевание землеобетованной и жизнь двенадцати колен на ней, прежде чем возникает единое царство, прежде чем царь Давид делает религиозным центром своего объединенного государства беспрекословно и на последующие три тысячелетия Святой Град Иерусалим. Итак, мы с вами уже беседовали в той встрече, которая как раз-таки готовила нас к вот этому повествованию и была посвящена празднику ведения во храм Престой Богородицы, о том, что главной такой святыней Израиля была походная скиния. Скиния вообще в переводе – это палатка, но, конечно, это совсем не была просто какая-то такая палатка, это действительно был полноценный храм, пускай переносной, разборный, и вот в самом устройстве этой святыни, этой походной скинии выразилась своего рода такая божественная инженерия, то есть сам замысел, сама идея создания этой скинии, походного храма, она была принесена свыше, она была открыта непосредственно Богом, пророку Моисею, и ему следовало уже только организовать сами работы по устройству этой скинии. оборудование, приведение вообще к существованию вот этого походного храма, все эти работы, которые с этим были связаны, заняли несколько месяцев, и, в общем-то, с того момента, как Израиль покинул Египет, и до того, когда началось регулярное богослужение в скинии, прошел практически ровно год. За это время совершенно удивительным и, в общем, небывалым, конечно, образом успела возникнуть и вот эта необычная святыня переносная, которая явилась таким духовным центром жизни всего израильского народа, и сложилась система богослужения, утвердилось право на священнослужение одного из двенадцати колен Израиля, колен Левии, отчего те, кто входил в него, те, кому, так сказать, посчастливилось родиться в этом колене, стали называться левитами и образовали вот такое передающееся исключительно по наследству священства. Левиты были такой, ну, нишей, что ли, степенью священнослужителей, а право на непосредственное совершение богослужений, возможность стать именно священником и первосвященником, принадлежало исключительно потомству Аарона, брату, брата Моисея. Собственно, Аарон и явился первым первосвященником народа израильского. И вот, конечно, совершенно никак рационально необъяснимо то, что за такой короткий срок Израиль сразу получает готовую религиозную традицию, которая фактически продумана до мелочей, детализирована до каких-то мелочей и изначально подчинена вот каким-то строгим таким правилам, как вы бы сейчас сказали, канонам, существует вот на этом таком строгом каноническом основании, существует строгая иерархия в строгом порядке и вплоть до каких-то там элементов и мельчайших деталей украшения скини непосредственно диктуются божественным откровением Моисею и уже передаются всему остальному народу. Веселиил, который в еврейском тексте называется Бецалелем, и его сотрудника Голиаф являются руководителями создания, вот процессом создания скинии, как такие наиболее мастеровитые, что ли, представители всего народа, но по всей вероятности еще и, безусловно, люди очень благочестивые, потому что они для руководства и производства этих работ также избираются непосредственным божественным откровением свыше. До сих пор у евреев Бецалелем является образом такого художника, мастера, и поэтому, например, художественная академия в Иерусалиме как раз-таки носит имя Бецалеля, Веселиила, как более часто мы в такой вот форме встречаем его имя в Священном Писании и в священных текстах. Тем не менее, безусловно, конечно, масштаб работ был настолько огромен, что не под силу был для одного или двух человек. Ясно, что для этого дела трудилось практически все израильское общество, более того, все израильское общество для нужд своего храма, для того, чтобы он был создан, передают то золото, которое прежде по повелению Божию они вынесли с собой, заняв его у своих соседей египтян, таким образом совершив вот такое благословенное Богом воровство. Тот случай, когда это не являлось нарушением заповеди, которая, собственно, на тот момент еще и не была дана Богом, не укради. И вот это золото, оно пошло на отделку, в первую очередь, киота завета, мы с вами о нем говорили, на отделку вот этих столпов из дерева сетим, которое, по всей вероятности, являлось разновидностью такой пустынной акации, с таким очень прочной и в то же время гибкой древесиной. И, ну, поскольку израильский народ был народом таким скотоводческим, то достаточно много шерстей и производного из его материала, драгоценного весона, также было выткано, и миру предстала вот такая совершенно удивительная походная церковь, которая собиралась из столбов, перегородок, на них крепились покрывала из шерсти весона шкур бараних и еще одного не вполне известного подающегося идентификации животного. Трудно сказать, кем именно это было, кем оно было, но вот тем не менее вот из шкур животных, из шерсти и из вот этого тонко выделанного материала весона, разных цветов, синего и червленого, то есть красного, вот такая достаточно нарядная и яркая скиния, яркое такое святилище было создано. При необходимости его можно было достаточно быстро разобрать, целая команда левитов над этим трудилась, они же переносили в разобранном виде эту скинию, и при этом скиния являлась, ну, вот таким образом, именно божественного присутствия благодати Божией, которая называлась у евреев шихиной, с народом Божиим, то есть это был образ присутствия Бога со своими людьми, потому что, как мы знаем, в дневное время вот эта вот благодать, она была ясно-видима в образе облака, которое осеняло собой скинью, а в ночное время ее подсвечивал огненный столб, и когда нужно было перемещаться, то весь народ видел, куда и когда нужно идти, поскольку с места вот все вот это огромное, огромное множество людей снималось только тогда, когда облако вот этой божественной шихины, славы Божией поднималось и следовало в том направлении, в котором Богу было угодно вести свой народ к той цели, к которой он был им предназначен. Точно так же ночью люди следовали за вот этим огненным столбом, и там, где это облако или этот огненный столб останавливались, там ставили скинью. Естественно, что практически весь народ должен был буквально вот как-то скучиваться, ставить свои палатки, но вот совсем близко к скиньи, к месту, где стояла скинья. Расстояние между скиньей и самой крайней палаткой не должно было превышать двух тысяч шагов, поскольку это было именно то расстояние, которое можно было пройти в субботний день. А естественно, что израильтяне должны были в субботы собираться для молитвы вот в этом своем храме. Поэтому можно себе представить, насколько таким объединяющим в действительности началом служило для всего еврейского народа. Вот это скинье, этот внешний, видимый взором образ присутствия Бога со своими людьми. Это вот то, что воистину создало еврейский народ, израильский народ, сделало его единым, сплоченным, проникнутым одной идеей, одним общим религиозным чувством и одним единым духом. Конечно, это произошло, может быть, не единовременно, ни в один день, ни даже ни в один год. Потребовалось достаточно долгое время для того, чтобы научить этот достаточно еще дикий, непокорный и в то же время где-то с такой вот изуродованный рабством, моралью народ, для того, чтобы сделать из него то, что Бог видеть хотел в своих сынах и дочерях. Но, тем не менее, вот это вот происходит, происходит вот это обучение Израиля, а вместе с ним поучаемся пути добродетелю и мы, следуя как бы по библейским страницам за тем шествием, которое совершает израильский народ в течение своего, наверное, ну, самого вообще продолжительного в мировой истории религиозного паломничества. Поскольку вот это вот странствие сорокалетнее и затем процесс завоевания Святой Земли, это, наверное, действительно было, ну, самым таким вот продолжительным по времени религиозным паломничеством. Поскольку цели и весь характер этого путешествия, безусловно, в первую очередь являлись религиозными. Во всем, что народ делал, он подчинялся непосредственному руководству Бога через Моисея. Поэтому можно сказать, что вот этот вот первый самый период истории израильского народа, он проходил как теократический. То есть народом управлял непосредственно сам Бог через своих пророков и впоследствии через своих судей, ну, которые тоже, в общем, фактически являлись носителями, обладателями вот этого пророческого дара, зачастую очень сильный, мощный, такой вдохновенный, очень способный вдохновлять других степеней. Итак, в течение вот этих сорока лет народ ходит по пустыне и при этом ежедневно совершается богослужение, так как это было заповедано Богом. Приносятся жертвы на особом жертвеннике, медном жертвеннике всесожжения, который стоял посреди той части Скиния, которая называлась Святое Кадеш, называлась эта часть, внутренняя часть двора, более, так сказать, такой закрытый и надежно укрытый даже от взоров и проникновения народа являлась, как мы знаем, другая часть Скинии, которая называлась Кадеш Кадешим, Святое Святых. Туда входил только единожды в год первосвященник, и там не было ничего, кроме Ковчега Завета. В Ковчеге Завета, как мы знаем, и мы об этом говорили, хранились в Скрижале Завета, там впоследствии хранилась также и стамна, то есть кувшин с манной и процветший жезл Аарона, как вот такие вот знаки тоже божественного присутствия и того божественного чуда, которое практически постоянно сопровождало с собой всю жизнь тогдашнего израильского народа. Но это было священное такое место, и во время богослужения оно, естественно, никоим образом не посещалось никем, кроме первосвященника единожды в году, в праздник Йом-Кипур. А в святом находились уже, конечно, другие, так сказать, какие-то части эскинии, такие, как и светильник, который горел и должен был гореть постоянно в то время, когда совершалось богослужение, когда, по крайней мере, эскиния стояла на месте. Светильник этот, как мы знаем, называется по-еврейски «Минора», и это такой семисвечник, это образ семи духов божьих, как об этом говорится в Священном Писании, то есть семи тех главных духовных добродетелей, высшим образцом которых является сам Господь, и которым может приобщиться всякие верующие в Него. Также, кроме этого, в этом священном пространстве находился стол предложения, на котором лежало двумя стопками по 12 хлебов по числу, так сказать, часов дня и ночи, и по числу месяцев в году. Это хлебное приношение тоже ежедневно обновлялось, каждый день выкладывали свежие хлебные лепешки. Также находился, в отличие от жертвенника всесожжения, находился золотой жертвенник, жертвенник курения. На нем сжигался перед Богом фимиам, который также называется часто в Священном Тексте притиранием. Это особый был состав, отличавшийся от других каких-то видов ладана или благовонных курений. Его секрет приготовления был открыт непосредственно также Богом, и только исключительно по этому сообщенному свыше рецепту необходимо было руками священников или левитов составлять эту благовонную смесь для принесения Богу. Естественно, и огонь, на котором совершалось это курение, являлся тоже огнем священным. Ну и вообще вся вот эта вот обстановка скиний, она была проникнута вот таким именно что ли образом и смыслом отделенности от остального мира, но поскольку и Бог сам он в своем божественном бытии несоизмеримо превышает и собою всю тварную природу, и поэтому является тоже отделенным, как бы возвышенным по отношению к этому миру, хотя и, как мы знаем, проникает в собой все живое и сущее в этом мире своими божественными творческими энергиями, силами и божественным промыслом. Поэтому, собственно, и первоначальный смысл самого понятия святыни, святости, который выражается древним вот этим семитским словом и корнем кадыша, кадыш, это изначальное подпонятие именно передавалось отделенности. То есть, само это слово, сам этот корень в своей основе означает отдельный, отделенный от прочего мира. Таким образом, в сознание древних иудеев вкладывалась вот эта мысль о том, что вот есть святое святыня, а есть мирское и греховное. Вот уже на этой оппозиции строилось их религиозное сознание. Ну, вот так вот это, если совсем кратко, выглядело богослужение в Скини, где приносились в жертву животные, валы, быки, приносилось жертву хлеб, приносился елей, тот самый хлеб, который впоследствии Давид со своими воинами вкушает, когда вынужден бежать от преследующего его Саула, о чем упоминает в Евангелии Господь наш Иисус Христос и что совершилось при первосвященнике Авиафаре. Но также весь народ, он, помимо того, что во время богослужения окружает Скинию, также мог входить и в тот двор, который назывался Святое Людское, двор, свидетельство, где могли молиться прочие представители всех двенадцати колен, приходившие на богослужение, приходившие для поклонения Богу истинному. Ковчег Завета, помимо всего прочего, являлся, конечно, своего рода как бы арифламой, такой боевой святыней израильского народа. И вскоре и все остальные народы, с которыми встречаются Израиль, вынуждены были услышать и познать ту силу, которая сопутствовала святыням израильского народа и, в первую очередь, Скинии и Ковчегу. Мы знаем, что именно при помощи Ковчега и семикратным обнесением Ковчега вокруг Иерихона были обрушены стены этого города. Затем на какое-то время пристанищем для Скинии, как считается, что в течение 13 лет она стояла и местом и пристанище становится Галгала или Гильгаль. Это место, находившееся неподалеку от Иерихона, который на тот момент уже был по повелению Божию разрушен полностью до основания. Все его стены, когда-то внушавшие столь большое почитание языческому хананскому населению обетованной земли, были в исполнении повеления Божия полностью окончательно разрушены до того момента, когда таким богоборческим начинанием города Иерихона вновь был восстановлен, но это уже было в истории Израильского царства. А в Галгале как бы заново обновляется завет между богом и людьми. В течение сорока лет странствования по пустыне не совершалось заповеданное богом через Моисея обрезание. И вот теперь Иисус Новин совершает над теми, кто не был обрезан вот эту необходимую такую процедуру. Естественно, что в какое-то время те мужчины, над которым она была проведена, должны были находиться на одном месте, вынуждены были как-то пребывать в покое. Но вот сейчас с точностью это место, конечно, не удается локализовать. Есть в Израиле между Иерихоном и современным и Иорданом населенный пункт, который носит название Галгава, Гильгаль, но в нем ничего примечательного сейчас не содержится и никаких памятников пребывания там с Киньей 13-летнего не сохранилось. Такой известный французский археолог 19 века Виктор Герен считал, что он откопал вот эту самую Галгаву или Гильгаль с совершенно другой стороны в месте, которое называется и которое сейчас принято отождествлять с Вифилем. Бетель или Вифиль это тоже известное из священного писания место, находящееся буквально в пригороде недалеко от границ современного Иерусалима. Во время раскопа, который Герен там проводил, он обнаружил какую-то странную пещеру погребальную, в которой находилось большое количество каменных ножей. Герен решил, что это именно те самые каменные ножи, которым совершалось обрезание ветхозаветного народа, и поэтому он обнаружил не что иное, как вот эту библейскую Галгалу или Гильгаль. Но в общем-то, поскольку локация этого места никак не совпадает все-таки с тем, что нам известно из библейского текста, оно должно было находиться все-таки где-то неподалеку от Иерихона и вероятнее все-таки в сторону где-то ближе к Иордану, то вот в качестве Галгала и Гильгаля это место оказалось не принято ни паломнической традицией, ни в общем научным миром. Поэтому сейчас, несмотря на находку этих каменных ножей, которые действительно могли бы давать какую-то мысль о том, что здесь совершалось особое ритуальное действие и действительно может быть какое-то такое-то обрезание, опять же у нас нет никаких подтверждений тому, что именно этими каменными ножами когда-то совершалось подобное действие. Пока это просто вот такая любопытная археологическая находка относящаяся вошедшая в аналы библейской археологии. После Гильгала также Носкини пребывала недолгое время тоже в каких-то еще местах, но наиболее таким продолжительным что ли по времени местам, где она располагалась, где она стояла буквально весь период который из истории Израиля известен как период судей и событий этого периода и сложенных как раз таки в одноименной книге судей это место называлось и называется селом или село иногда еще его называют но не через е, через и село селом место это оно известно и сейчас его можно посетить одно находится к северу от Иерусалима в Самарейских горах или как это раньше называлось в горах Ефриема сейчас там находится современный такой религиозный израильский поселок который носит название Тель-Шило по еврейски селом звучит как Шило и вот можно даже видеть буквально там такую вот плоскую площадку достаточно большую для того чтобы там могла разместиться скиния посреди вот этих гор там такое совершенно как бы ровное поле можно предположить почему именно там было установлено это святилище то есть это было все-таки в такой именно глубине владений израильских племен с этого места открывался прекрасный обзор на всю округу так что если бы на это святилище пожелали напасть какие-то враги то это невозможно было бы сделать как-то скрытно это было бы видно издалека ну а кроме того само это место оно было достаточно вместительным для того чтобы все представители двенадцати колен на тот момент уже рассредоточившиеся расселившиеся по всему лицу завоеванной имя земли могли приходить и собираться в этом святилище шило с шило или селом связано достаточно много вот таких важных библейских событий там как правило при этой скине которая стояла там постоянно уже не разбиралась этим переносилась никуда обитал и первосвященник находился его дом там жили и те кто приходил прислуживать из других городов левицких при скине во время какой-то своей вот такой череды с тех сроков которые по очереди должны были левиты приходить и совершать свое служение при скине там же зачастую находились и проживали или по крайней мере собирались для встреч с людьми судей народа Израилева то есть это вот действительно было таким религиозным центром там совершалось богослужение там приносились жертвы там происходили важные какие-то такие празднества в этом месте рядом со скине и оттуда народ Божий собирался на ополчение отправился на войну с благословением своей святыни когда опять же его призывал туда Господь но к сожалению одна из самых таких вот известных относящихся к этому времени воин явилась и была как раз таки войной гражданской эта история относится уже ну к концу вот этого теократического периода истории Израиля и в его ходе чуть было не уничтожено целиком одно из 12 колен Израиля колено Вениамина история это очень драматично где-то даже так вот трагично и в то же время она рисует вот то разложение которое охватило собою к сожалению некоторых представителей израильского общества к концу вот этого периода судей к сожалению 12 коленом Израиля не удалось полностью очистить данную им землю от язычников и вот сама вот эта идея отделенности кадеш которая лежала в основе вообще понятия святости она очень часто меркла в сознании евреев теряла свой смысл евреи израильтяне представители разных колен подвергаясь воздействию нравов воздействию культур окружавших их языческих и нанских народов теряли ту праведность которая являлась залогом их бога избранности вот именно это самое произошло жителями города Гивы который находился в колене Вениамина это на самом деле как раз таки вот область который буквально очень близко примыкает к село и к его святыне до сих пор на самом деле как раз таки по пути можно там по пути из Иерусалима в село это буквально ну не больше часа даже меньше часа пути на машине можно увидеть поворот который сейчас ну надо сказать что вообще жители современного Израиля с скрупулезностью с такой какой-то прям трепетностью воспроизвели на своей территории постарались воспроизвести все упомянутые ветхом завете населенные пункты места даже те в которых по большому счету ничего хорошего не происходило вот так они восстановили и вот эту Гиву Вениаминову и сейчас можно видеть в сторону указатель с этой дороги который ведет как раз таки в Гиву дорога сама идет из Иерусалима в Джанин в Галилею а вот с нее можно свернуть и попасть в эту самую Гиву вот по какой-то такой необходимости описанной в истории в трех последних главах книги судей некий левит шествуя по всей вероятности может быть действительно путешествуя как-то по своим левитским делам в маршрут которых входило и посещение святилища селома зашел для того чтобы переночевать застегнутой ночью в эту самую Гиву Вениаминову гостеприимство ему оказал один почтенный старец который жил в этом городе но к сожалению жители города оказались развращенными настолько что подобно жителям описанным в намного более ранних библейских событиях в книге бытия жителей Содома и Гоморы пришли к дому старца и потребовали вывести гостя для того чтобы совершить над ним вот такое совершенно безобразное и противоречащее не только законам гостеприимства но и любым самым базовым понятием нравственности насилия для того чтобы удовлетворить их развращенные аппетиты старец выводит к ним свою собственную дочь для насильственного поругания а левит для той же цели отдают свою любимую наложницу которая вместе с ним путешествовала совершала вот это путешествие столь неудачным образом приведшая его в Гиеву в результате вот этого массового насилия поругания которое было произведено над наложницей к утру она скончалась левит настолько был поражен вот этим вопиющим беззаконием этим безобразием которое было совершено этим страшным преступлением что совершил такой наверное тоже не менее ужасный где-то может быть жестокий но способный потрясти сердца других людей поступок он разрубает тело умершего наложницы на 12 частей и рассылает их 12 коленом израиля с подробным рассказом повествованием о том что произошло и почему это юная наложница погибла собравшись в массиву жители всех остальных 11 колен требуют колено Вениамина к ответу требует выдать развращенных и преступных жителей города Гивы которые совершили это потрясшее всех преступлений и когда колено Вениамина отказывается выдать своих соплеменников начинается гражданская война представители 11 колен которых было более 400 тысяч начинают войну с 26 тысячным войском колено Вениамина несмотря на такое численное превосходство поначалу эта война складывается неблагоприятным образом для благочестивых 11 колен но каждый раз они возвращаются в село приносят жертвы приносят покаяние и вопрошают Господа угодно ли ему то что совершается между родными фактически людьми между братьями между представителями одного народа но Господь всякий раз говорит им что эта война угодно ему поскольку это война за нравственную чистоту это война за само право именоваться избранным народом Божиим поскольку только при условии соблюдения заповедей Божьих возможно носить с достоинством это столь возвышенное имя сынов и дочерей Божьих на третий день когда совершается очередное сражение между объединенными войсками 11 колен и Вениамином израильтяне идут на такой вот военный стратегический тактический прием такой вот ход они выманивают притворным отступлением собравшиеся в Гиве войск Вениамина в то время как отдельная часть их ополчения заходит в тыл скрытно подкрадывается к городу Гива с обратной стороны и когда все войско оставляет его для того чтобы броситься как им кажется в победоносное преследование за скрывающимися от них войсками 11 колен внезапно они оборачиваются и видят дым который стоит над городом Гивой отряд который совершил вот такой обходной маневр в это время врывается в опустевший город и поджигает его попутно истребляя его жителей обескураженные войска Вениамина опускают свое оружие 11 колен прекращают свое притворное бегство и с двух сторон теперь уже обрушиваются на это войско надо сказать что озлобление и вот такой праведный гнев 11 колен на сынов Вениамина было настолько серьезным настолько пылающим горячим что на своем пути они уничтожают не только воинов но и практически все население колена Вениаминова вплоть даже не щадя и их домашний скот оскверненный пребыванием вот среди таких развращенных людей от этого побоища скрывается лишь 600 человек воинов Вениамина которые спасаются бегством на расположенную рядом гору и вот пока они там партизан партизанят и прячутся в каких-то таких вот ущельях и пещерах этой горы остальные 11 колен успевают прийти в себя и сообразить что отныне их вот такая полнота установленного богом числа 12 по числу их прародителей патриархов грозит полностью исчезнуть и пресечься они могут лишиться целого племени своих собратьев и вот здесь Израиль начинает раскаиваться своей вот такой безудержной жестокости по отношению к своим собратьям и принимает решение каким-то образом их спасти но как это сделать дело в том что собравшись в массиве все 11 колен закляли себя заклятием что никогда не дадут своих дочерей тем кто настолько жестоко способен обращаться с женщинами не дадут никогда в жены в качестве невест осталось 600 воинов но они умрут погибнут не оставив потомство если не дать им возможности как-то жениться и все-таки воспроизвести вновь вот это 12 колено и тут выясняется что жители одного города и ависа гаваатского презрели общий вот такой порыв израильтян и не присоединились к вот этому ополчению в наказание все мужчины способны носить оружие как вот подвергшие себя позору дезертирства уклонившиеся от выполнения этой общей для всех 11 колен обязанности были уничтожены а их 300 девиц которые жили в этом городе сохранены и переданы в качестве невест вот этим шестистам оставшимся в живых представителям колена Вениамина для того чтобы они могли его воспроизвести но естественно 300 девиц на 600 мужей никоим образом не является решением вот этой задачи даже чисто арифметически что называется и 11 колен встали перед наверное такой извечной задачей которая стояла перед и стоит до сих пор очень часто перед израильским народом как обойти ту заповедь которую ты сам себе создал как сделать так чтобы и не нарушить заповедь и в то же время добиться необходимого результата и вот здесь такая вот присущая еврейскому народу изобретательности вновь проявляет себя решено было поступить следующим образом и в общем выбранные вступили в переговоры с теми 300 воин тремя сотнями воинов которые не оказались так сказать не имеющими еще жен что на помощь им придет праздник который совершается в селоме 15 ава но поскольку календарь был лунный то сейчас нам достаточно сложно сказать когда именно по нашему исчислению совершалось это 15 ава в том именно году 15 ава может прийтись как и на июль где-то на конец июля начиная примерно с 18 может быть числа и до примерно середины августа может прийтись при наложении лунного календаря на солнечный это число то есть это такой летний месяц месяц созревания винограда такого первого на святой земле и в этот день девушки израильские приходят к святилищу селомскому для того чтобы водить хороводы в белых одеждах и петь и таким образом происходит их знакомство с юношами и вот эти этих три сотни воинов которые остались без жен и невест их как-то научили собратья чтобы они во время вот этого праздника 15 августа спрятались там в винограднике среди кустов выбрали себе каждой невесту которая кому понравится потом внезапно выскочили из этого виноградника каждый мог бы взять себе невесту и украсть ее таким образом израильское общество оказалось бы чисто от нарушения клятвы которую принесло ну поскольку они выдали в жены своих дочерей те сами как бы вот похитили себе но потом должны были заплатить положенный в таких случаях штраф выкуп но по крайней мере оказались бы женами и так сказать не клятва не была бы нарушена не вениамина колена не осталось бы без жены без потомства вот такой достаточно интересный оригинальный способ решения вот этой проблемы был найден представителями 11 колен именно так и произошло и колено вениамина не погибло благодаря чему достаточно скором времени израиль получил из этого колена своего первого царя Саула сына кисова который происходил из колена вениамина ну а также мы обязаны этому колену и появлением такого великого учителя христианской церкви как святого апостола Павла который также происходит из этого колена далеко не все его представители как мы видим являются такими прирожденными грешниками немало среди них было и тех кто способен был как-то войти в историю и своими великими пускай и не всегда праведными деяниями как царь Саул и своею высотой богопознания и беспримерными трудами апостольской проповеди как святой апостол Павел вот такова была удивительная история этой святыни Силомской в те времена когда там стояла скиния но надо сказать что последние слова которыми заканчивается эта история в книге судей они полны ну в общем такого наверное где-то трагического звучания когда говорят о том что это происходило в среде Израиля когда у него не было царя который руководил бы народом говоря как ему ходить и каждый делал то что велело ему его сердце вот к сожалению к такой анархии к такому безвластью пришел в какой-то момент израильский народ не удержавшийся на вот этой высоте теократического строя теократического правления в котором прошло несколько столетий его истории и вынуждены искать себе царя подобно всем прочим народам для того чтобы он ходил перед ними выводил их на битву и жесткой рукою руководил двенадцатью коленами в их делах в их начинаниях часть из которых являлась вдохновленными Богом и его божественным словом ну а часть зачастую являла собой примеры человеческих заблуждений ошибок и падений о как раз таки периоде таких падений и заблуждений и в то же время каких-то и высоких таких вот религиозных прозрений мы с вами поговорим в следующей беседе о том что далее происходило с святыней скиниев село селоми как он называется в нашем привычном нам тексте священного писания внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео в следующей Продолжение следует...